Я не хочу, чтобы история Ульяна, да и всех остальных повторилась. Здарова, братаны, вы на канале Дьюфплей, меня зовут Евгений, блять, я как последний лох умудрился обратно заболеть, и болею уже неделю, по второму кругу я красавчик. Хе! Ладно, а сегодня будем продолжать проходить ретроспективу вторую, погнали! Пожалуй, ты не будешь против, если я скажу пару слов, сказал я Ульянке. Я никогда не забуду всех твоих приколов надо мной, а щекам уже вовсю начали течь слезы. Но при воспоминании о Хульянке, не улыбаться было невозможным. Ты, пожалуй, единственная девочка, которая мне была как сестра. Которую я готов был защищать. И которая была готова защищать меня. Улыбка пропала с лица. Когда мы вместе шли на поиски Шурика. Когда мы с тобой убирали в столовой. А потом смотрели кино. А потом ты выскочила в костюме привидения на костре. Я закрыл лицо руками и заревел, как баба. Через минуту рукава уже были мокрые от слез. Да, я плачу! Как баба! И ты бы не одобрила, я знаю, но... У меня уже никогда не будет такой светлой, славной и доброй, хоть и иногда упрямой сестрички. Я выкопал рукой с корнями какой-то цветок с соседней могилой и посадил к Ульяне. Ворованная. Как мы с тобой любим. Дурной, немного истеричный смешок вырвался из моих уст. Жаль, что мы с тобой в реальности таки не познакомились, Ульян. Прости, мне больше нечего сказать. Но мы тут, и не будем разводить Нюню. Прости, что не смог тебя защитить. Мы с тобой таки не увиделись. Только в моей коме. Я припал на могилу и обнял надгробный камень. Повествование от лица Влада. Так. Вот и эта больничка. Раздался телефонный звонок. Алло? В динамике запыхтел взволнованный голос ирландца. Влад! Тут! Ай, чёрт! В общем, тут Лена! Я встал на месте, остановившись прямо у входа в больницу. Вы где? Я старался не повышать голос. На кладбище, где же ещё? А она там откуда взялась? А мне откуда знать? Так, ладно, ладно. Это удобный момент. Мне неприятно об этом говорить. Но тебе придётся её прямо там пришить. Слушай, я уже не буду возникать по поводу того, что это совсем молодая девушка, но она и так натерпелась, что это кладбище. Ну, ты ведь обещал Семёну. Я нашёл Йору. Чё? Какого Йору? Друга своего так называемого. Того самого? Да, того самого. Ты ведь не сказал всё правдой Семёна о нём? Ему не надо знать. Пусть у парня будет как можно больше положительных эмоций. Иначе совсем расклеится. Ладно, ладно. Что мне делать? Она направляется в нашу сторону. Кажется, она тоже пришла на могилу Ульяны. При этом имени у меня в груди немного защемило. Вы убрались там? Сказал я отречённо. Да. Спасибо. Спасибо, да. Семён как отреагировал. Он до сих пор там плачет в обнимку с могилой. Чёрт. Я схватился за лоб. Внезапно ко мне начал подбираться жар. Мне было очень жаль Ульяну. До такой степени. Даже сложно сказать, да какой. Кто-кто, а она точно не заслужила такого. Узнав, как отреагировал Семён. Я вообще немного выбился из реального мира. Влад! Скорей, она уже близко! Решай! Её нужно было кончать. Ей нельзя было жить. Ради блага будущего. Я не хочу, чтобы история Ульяны... Да и всех остальных повторилось. Чёртова милосердия! Я не позволю ему завладеть собой! Влод! Оставь её. Пусть идёт. На некоторое время повесло молчание. Ты... Ты серьёзно? Да, я серьёзно. Не нервируй меня. Я повесил трубку. Повествование от лица Семёна. Слёзы скатывались по могиле маленькой девочки. Я стоял на коленях и обнимал безмолвное лицо Ульяны. Извините, вы... У вас всё хорошо? В уши впился доволи знакомый женский голос. Я обернул своё заплаканное красное лицо в сторону источника голоса. Там стояла Лена. Ой, извините, я... Я не хотела вас отвлекать. Я, наверное, позже приду. Нет-нет. Я встал, вытер лицо и вышел из оградки. Извините, я... Всё хорошо. Откуда вы... Знаете эту девочку? Спросила Лена застенчиво. Она меня тоже не знает. Впрочем, как и все девушки. Это... Ужасно обидно. И несправедливо. Хотя, кто я такой, чтобы жаловаться? Я... Её брат. Лена вопросительно уставилась на меня. Мы же вообще не похожи. Двоюродный... Двоюродный. Она единственная, кто у меня остался и... Вот. Я указал на могилку. Простите. Примите мои соболезнования. Лена выглядела точь в точь, как тогда на Новый год. Причем, я только сейчас понял, что и Алиса выглядит точно так же, как и на Новый год. Я что, предвидел таким образом будущее? Вдумывая все эти бредни, мой взгляд застыл на прекрасных глазах Лены. Да, она меня не помнит. Но что мне делать? Не скажу же я, что я видел её во сне и... Чёрт, почему всё так сложно? Что-то не так? Вопросительно посмотрела на меня Лена. Долго засмотрелся. Нет, ничего. А вы, простите, откуда знаете Ульянку? Ульянку? Забавно. Так называли её только несколько человек. Я... Скажем так, знала её... Знала её до... Она аккуратно кивнула в сторону могилы. Какое же странное чувство. Я успел прочувствовать столько эмоций. Но это мне вообще не знакомо. Но так приятно. На телефон пришло смс. От Влада. Надеюсь, ты там решишь, что делать. И правда. Лена немного застыла на месте. Уж не увидела ли она, что мне Влад написал? Я стоял в растерянности. Лена! Она немного вздрогнула от неожиданности. Откуда ты... Вы... Постой! Я спокойно остановил её рукой. Просто дай мне договорить. Лена послушно кивнула. Я знаю о тебе всё. Начиная от того, что ты покончила жизнь самоубийством, не выдержав убийства своей соседки. Но тебе во сне вживили чип, поэтому когда ты забр... Когда тебя забрали в морг, оттуда тебя перевезли в лабораторию Парадисума. Оттуда вам помог сбежать Влад. Я показал ей в телефоне контакт Влада, где была моя фотография. У Лены глаза начали блестеть. Также я знаю, что у тебя есть мама, поэтому прошу, вернись к ней, забирай её и уезжайте отсюда. Лена еле смогла остановить свои слёзы. Вообще-то, я к ней пришла. Она двумя рядами дальше. Извини. Ничего страшного. Лично тебе я могу обещать, что мы отомстим Авелю за это всё. Только прошу, побереги хотя бы себя и уезжай. Я могу хотя бы к маме зайти? Конечно, конечно. Лена вытащила лампадку из своей сумочки. Поставила на могилку Ульяне и зажигла её. Что-то прошептав, она подошла ко мне, и мы пошли на могилу её матери. Там же стоял Артём. И горестно плакал. Артём, несколькими минутами ранее. Оставив Алиса наедине с мыслями в машине, очень нехотя я вышел обратно на кладбище. Царство мёртвых. Где никто не властен. Походив по рядам и всматриваясь в замшалые каменные плиты, Я вдыхал и выдыхал тяжёлый утренний воздух. Чёрт! Я остановился у знакомых мне имён. Джу... А... Ваноа... Харина Наталья Ивановна... Ай, её тоже ёбнуля? Понятненько. Я остановился у знакомых мне имён. Все лежали в ряд. Унелов Иван Николаевич. Харина Наталья Ивановна. Харин Владимир Иванович. Джуга Нашвили Вано. Я еле держался, чтобы не упасть на колени и оперся на оградку. И все рядом. Голова начинала неприятно болеть в затылке и в висках. Руки начали дрожать от силы, с которой я опираюсь на них. Поэтому я встал ровно. Вано! Ты мне завещал стать нормальным человеком! Но нет, прости, я не смог! Ты, как вижу, тоже. Я улыбнулся, и маленькая слезинка капнула на холодный деревянный крест. Ты уж прости, что не оправдал твоих надежд. Но ты... Я надеялся, что у такого человека, как ты, будет больше шансов. Я даже сравнивал тебя с Владом. Вы очень похожи. Я очень надеюсь, что мы добьёмся... ...своего, прежде чем увидимся с тобой. Я выдержал паузу и задумался. А ведь ты обещал, что заглянёшь... ...заглянешь ко мне в гости. Когда у меня будет девушка. Слёзы продолжали капать на крест и мимо него. Я правда хотел посидеть с тобой, вспомнить булые времена в детдоме. Помянуть Наталью Ивановну. Не смогли мы её уберечь. Не смогли. Я вытер пальцами слёзы. Как же мне узнать, что с тобой случилось, приятель? Неужели судьба отвернулась от тебя в самый важный момент? В голове, как кинолента, начали прогоняться события, которые мы с ним пережили. Невольно улыбнувшись этому, я пошёл дальше. Харин. Брат Натальи Ивановной. Влад рассказывал мне о нём. Обо всём. Почему ты не такой добрый, как твоя сестра? Она заслуживает памятника, а не этого потрескавшегося куска дерева. Крикнул я на безмолвную могилу. О мёртвых либо хорошо, либо ничего. С этими словами я перешёл на могилу Натальи Ивановной. Я взял в руку фотографию, которую достал из кармана Ивана Николаевича. И взглянул на его могилу. Месть штука страшная, да? Даже не знаю, кому сейчас легче. Тебе или мне. Я вздохнул. Но ты всё равно меня прости. Внезапно я заметил, что дата смерти Натальи Ивановной в следующий день после смерти её брата. Неужто не выдержала последней потери? Не того вы человека пожалели. А ведь вы даже не знаете, что ваша дочь жива. Из кармана я достал синий платок, который она мне дала. На него покапали мои слёзы. Простите меня, Наталья Ивановна. Я не стал хорошим человеком. Пусть я борюсь со злом, но убивая других, даже плохих, я вряд ли становлюсь хорошим. Хотя, я пытаюсь никого не трогать. Ваш муж был первым и последним, до кого дотянулись мои руки. Я аккуратно повесил платок на правую сторону креста. В мою сторону кто-то приближался. Семён. Чёрт возьми! Я взглянул на фото и на девушку. Это она! Повествование от лица Семёна. Подойдя уже ближе к Артёму, он уставился на нас. Что вы делаете здесь? Спросила Лена как-то испугана. О, как плохо. Нельзя дать ему рассказать, что он убил её отца, пока она была в лаборатории. Я подошёл к Артёму. Слушай, не говори ей ничего. Пожалуйста, и убери это фото. Я только уговорил её уехать отсюда. Я потряс его за плечи. Слышишь? Она начнёт новую жизнь. Не надо ей ничего говорить. Дай ей шанс спокойно уехать отсюда. Артём с озлобленным лицом ещё сильнее заплакал и прижал его к груди. Постучав его по спине и постояв так несколько секунд, я развернул его и подтолкнул в сторону машины. И он поспешил удалиться. Кто это был? С удивлением спросила Лена. Ну, это такие люди. Ну, знаешь, которые пытаются оплакивать чужих людей. Боже, ну и бред. Но это, кажется, сработало. А-а-а. Понятно. Она вряд ли поняла, о чём я. Но это хотя бы не... Но она хотя бы не будет задавать вопросов. Я увидел на могиле синий платок. Тот самый, про который рассказывал Артём. Вот идиот! Что это за платок? Наверное, я... Этот... Шудак? Мудак! Подложил как подношение. Ну, знаешь, да, не пытайся понять, я сам не понимаю. Я как можно увереннее махнул рукой. Ладно, спасибо ему. Наверное... Кивнув, я отошёл на несколько метров, чтобы Лена могла спокойно проститься. Моему взору упали и ещё несколько могил. Харин Владимир Иванович. Скажи спасибо, что хоть... Что хоть похоронили тебя, а не оставили собакам на еду. Унылов Николай Иванович. Отец Лены, которого зарезал Артём. Значит, у Лены фамилия Унылова. Также я заметил могилу Вано, про которого говорил Влад. Который умер от сердечного приступа, сжигая свой дом. Чёрт. Ну и жизнь. Лена копошилась минут пять. Вытерла глаза и подошла ко мне. Ну, всё, я закончила. Отлично. А теперь прошу, уезжай как можно дальше отсюда. Из этого злачного места. Живи своей счастливой жизнью и никогда. Внезапно вспомнилась картина, когда я из-за неё порезал вены. Никогда не делай поспешных выводов. Сначала разберись в человеке. А потом решай, стоит ли он, чтобы отдать за него жизнь. И только тогда, когда ты поймёшь, что стоит, возьми его за руку. На глаза навернулись слёзы. Лена, заметив их, немного покраснела. И сама была готова расплакаться. И просто валите куда подальше. От всех. Просто будь счастлива. Ты и так достаточно натерпелась. Я начал щупать её пальто. Своё пальто. Достав оттуда пачку сигарет, которые мне дал Влад, я вручил её Лене. Это... Не надо, ты что? Она немного отошла назад. Я тебя прошу. Я всё равно не жалец к концу этой недели. После этих слов на её глазах показались слёзы. Дай мне хотя бы последнее доброе дело сделать. Я взял её сумку, расстегнул и кинул туда пачку. Этого тебе хватит, чтобы уехать туда, куда ты хочешь. Лена не уверена, но резко положила свои руки на мою шею и прижалась так, что я через пальто смог почувствовать температуру её тела. Я мог чувствовать дыхание и ритм сердца. Её слёзы стекали по моему воротнику. А я наконец-то сделал доброе дело. Ну, на добром деле, Семёна, мы закончим сегодня выпуск. Что ж, всем спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!